всем привет на обзоре шлёсарный ангел ангел шлёсаре его забыл что это вытащить сначала в общем хотел показать немножечко по упаковке в том плане что ну все должны понимать и распосылку наверное видели такая вот коробка огромная просто дико огромный флакон небольшой сотка вот так вот лежит вот он вот он это шлёсарный ангел о фреш у них там линейка фреш фрешовая линейка флор де нарандио нарандио флор де нарандио вот уже сколько это за неделю но не за один раз я конечно зимой их таскал я конечно его летом тут таскал а в принципе зимой даже лучше звучит они все у меня будут ассоциироваться безусловно все эти шлёсарные ангелы с с тем периодом что я был в суде в качестве присяжного и здесь хочу сказать так что поближе что любые вот что на фрагрантики безусловно очень много странных эпитетов в этом плане флор де нарандио нарандио ранчо его ассоциируют с женским ароматом ну точнее для женщин вот вот выкачал неделю но не все у меня подруга тут немножко тоже его пригубила пару дней таскал и ей понравилось он на ней не кислит он на ней звучит кстати он на ней больше белыми цветами немножко сладкими на мне так мы уже начали на на звучание проходить ну ладно на мне он звучит все-таки бальзамично кумкватово не совсем цитрусово и не бело цветочно в общем бальзамично на мне бальзамично не цитрусово кумкват но ну кумкват знаете свежий кумкват пряный кумкват я даже не свежий а пряный кумкват засушенный размочены в чем-то еще не будем говорить мандарины апельсины и так далее апельсиновый цвет там все это поебень вот хотя возможно апельсиновый цвет дает вот эту вот фигню потому что на мне он всегда звучит каким-то бальзамически вкусным оттенком не скажу что сладким но вкусным сухой кожи чё-то не особо вот сухой кожи чистый кумкват цитрус который этот снег летом надоел обычный цитрус как бы пряные а вот с влажного участка кожи вот больше бальзамичности кисло-сладкого кумквата бальзамично пряного возможно вот этот вот гальбаном дают какую-то фигню вот непонятно да с апельсиновым цветом вот что еще ну не кедра не мускус и ничего такого нет вот с подруги он белыми цветами и такими сладенькими как бы приятненькими вкусненькими пахнет мне понравился вот с нее да и я не хочу сказать что он для только для женщин для мужчин пожалуйста с влажным типом кожи будет бальзамично кисло-сладкий кумквата не до цитрусовый мандарин вот гальбаном он меня немного тут беспокоит он у них в начале и он когда ты его наносишь причем много а его надо наносить много потому что двух распылений вообще никогда не хватит его наносил я распылений 6 8 10 вот прям он дико бальзамичен когда его очень много а вот когда его мало когда немного нанесла я и все равно меня не отпускает вот это ощущение какой-то газировки какой-то приятного какого-то напитка коктейля все вот вот такие ассоциации для мужчин да для женщин да безусловно вот потому что на мужчинах если вот влажная кожа он больше бальзамичности выдаст и больше какой-то кумкуат новостей вот сотка можно было для полива это в принципе для полива за неделю я за неделю но она там пару дней что-либо пользовалась и все и оставила она зимой кстати пользоваться я зимой и летом ну как бы мне нравится или зимой потому что когда снимаешь капушон в холодном трамвае в этом и вот этот вот аромат необычный он вот реально как бы тебя окутывает ты вот реально ассоциации с каким-то коктейлем но не будем говорить и не будем гадать вот поэтому шлейфовость у него первый час идет метра на два всемирно заполняем а потом присаживается близко к телу на расстоянии вытянутой руки половину руки вот так больше ничего не могу сказать про него потому что ну блин обычные и кстати можно и смешивать у них там линейки о фрэш вот эти они да и не о фрэш вообще любые все линейки их можно там хотя нету фрэш по-моему с ними смешивать можно там и на ранже у меня же мужской еще ездят якобы как бы для мужчин там и женщины вот поэтому стоит ли он таких денег нет ему стоимость 500 рублей иди ну никак не 2 не полторы 500 рублей потому что для полива для полива и лучше всего по пол литра 500 рублей за пол литра вот его можно использовать хотя хочу сказать никаких химозностей никаких фигни от него я не слышал то есть все-таки бальзамичный оттенок нет вас руки он сухого участка кожи бальзамичности вообще почти что нет там есть какой-то недопонятный цитрус для меня кисло-сладкий и он не бальзамичен вот влажного участка кожи он все-таки бальзамичен поэтому стойкости у него часов на 5 на 8 зимой все-таки он присаживается очень близко и на 8 точно подойдет но это надо поливаться нельзя делать два распыления и как обычно будем каждый раз говорить о том что у них распылитель он это вообще говнище полный в общем распыляет он там то вверх то вниз то есть от разных этих бутылей они никак не могли видать сделать нормально правильно и клавиша распылителя очень плохая очень плохая то есть смотрите определяйтесь надо ли вообще вам такой но для полива надо просто близко держать и распыляет тогда только в этом случае будет что-то какой-то эффект но все равно будет знаете просто лица вот такой каплей он не распыляет струй он распыляет дисперсионно но не совсем мелкой и у нее какие-то капли просто вылетают отдельно есть мелкая дисперсия есть для крупная просто капли очень хреновое распыление очень хреновый и неубиваемый флакон можно кидать сколько угодно вот поэтому это как у дочи габбана мне по моему лекала у всех на на всех на все это такое есть вот дело не в убиваемости флакона дело в аромате так чё сказал стойкость сказал звучание сказал для кого сказал принципе для всех ли реально хорошая вещь реально хорошая но маловато ну мне для моего для моей кладовой ароматов этого достаточно я думаю на джанью на ранжо на ранжо флёрты на ранжо флёрты цветы да на ранжо хреново значу я не стал переводить интересоваться мне пофиг но учитывая его стоимость и если у тебя количество ароматов очень много то подойдет но если тебе хочется что-то вот интересного такого ну позитивный реально просто позитивный аромат ну реально позитивный резкое начало вот этот гальбан с баргамотом очень сильная вот тут вот это смешение и он может выдавать такую терпкость терпкость перетёртых подгнивших апельсинов вот в бальзамичность потом это все уходит ну на влажной коже цветов я никаких не услышал какая-то там пудровость фрагрантика и рисую там пудровость сладость не забудьте об этом я не знаю что за кошелки там пишут вообще непонятная вещь с подруги все хорошо приятно пахнет суки сухой вот есть такая небольшая затхлость вот обращайте внимание что сухой участка кожи может немножечко таким подвявшими подвявшими мандаринами вот принципе все до встречи